но всем welcome это снова я на этот раз я нахожусь в таком неплохом райончике и ездит лимузины небольшие такие домики с бамбуковыми лес садами или такими скажем так полисадником я нахожусь около такой вот конторы называется arms technical performance нет это не реклама этого салона просто мне стало интересно я решил посмотреть на вот эти вот машина что похоже очень на драг машин игры драгстеры там такие старые еще также колеса здоровые вот тоже ну да похоже на драгстера ну а там вот скажем так половинка delorean кузова delorean туда запихнуто под крышу видимо для того чтобы придерживать крышу ну либо же просто для рекламы но это все как бы вот как мы видим макеты либо кузова либо это но скажем так уже не рабочие машины а здесь вот стоит вот такая вот машина времен 50-х годов я так думаю 1950 в общем скажем так даже неплохом состоянии это по моему ford thunderbird аудас написано ford очень старый это классический еще тех это времен когда там приолин щеки были то есть когда были то времена там золотой молодежи там в америки рок-н-ролл и так далее то есть да вот эта машина как раз из тех времен то есть в салоне там немного конечно двери разобраны панель такая в принципе лепенькая уже но я так думаю это натурально но все это родное родная кожа родной руль и вот как мы видим там ручка переключения судя по всему там автомат да судя по всему там автомат стоит вот здесь написано ford да все как бы спецованные колеса вот так вот конечно она немного уже поржевела в некоторых местах в целом выглядит неплохо а так вообще как бы достаточно красиво эта машина я таких японии редко встречал их очень мало но сам я приехал конечно на велосипеде на своем у меня уже где-то три года уже четыре можно сказать все до сих пор работает все нормально немножко немного потерся в плане того что он вот что-то ржавчина пошла но это ничего страшного это все дело поправимое вот что-то заあのこの車 на наннеんですか 56年 гочурокなんですけど すごい珍しいです 結構 иです Да, вот, это 56-й год, вот, 1956-й, и содержать такие машины в Японии достаточно дорогое удовольствие, примерно, я так полагаю, около миллионов десяти, наверное, йен. То есть это найти эти оригинальные запчасти, отреставрировать их, найти механиков, которые это будут ремонтировать, найти, скажем так, покраску, которая именно подберет именно тот цвет, который раньше был, ну, то есть найти вот такие оригинальные диски или там, если там спицы там, например, погнутые или порвались, то есть их, ну, как бы, заменить, это тоже нужно все это найти. И это все стоит очень больших денег, все это под заказ из Америки, ну, скажем так, содержать такую машину стоит даже, порой даже дороже, чем содержать машину, которая, скажем так, какой-нибудь, ну, последней модели Lexus или еще что-то там, да, которая стоит там миллион, там, например, 10 миллионов там стоит машина, да, но в нее не надо больше вкладываться. Плати бензин только заливая, езди, а в эту еще нужно будет на ремонт вкладываться. Но люди, богатые люди, это как бы их это не пугает, и многие заказывают вот такие машины, реставрируют их, и после катаются и показывают всему городу, то есть, что у них есть деньги, они могут себе это позволить. Ну, это действительно классно, я считаю, прокатиться даже на такой машине тех времен, причем она стоит, стоила даже в те времена очень дорого, а сейчас она стоит просто колоссальных денег. Японцы любят реставрировать, скажем так, старые автомобили, я в Японии встречал очень много автомобилей даже 30-х годов, там, 50-х, 60-х, там, ну, 1900, там, даже 20-х годов. И все это достаточно в хорошем состоянии было, то есть, ездило, и все, как говорится, было на ходу, без всяких там ржавчин, без ничего. А это, видимо, недавно только пригнали, еще не отремонтировали. То есть, вот здесь вот видно, что фонаря нет, и там, это хром немного где-то потерся, то есть, это все реставрироваться будет. Сзади вот лючок для заливки там топлива, вот это у них. Ну, вот, в принципе, такая вот машина, она из района Шинагао. Ну, в принципе, да, в Шинагао там очень много таких автомобилей, стареньких таких ретро-автомобилей. Вот, видим, богатый городок, богатый район. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Ну, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!